Вести продолжают совместный с РУСФОНДом проект помощи детям. Сегодня мы расскажем о 8-летней Фаине. Врачи поставили девочке диагноз «срединная киста шеи». Нужна операция, оплатить которую самостоятельно многодетные родители не в силах. Помочь Фаине можете вы. Для этого нужно лишь отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Сколько ты раз подтягивалась? Там 10. В свои 8 Фаина с легкостью подтягивается и отжимается. Мечтает заниматься каратэ. Но в июле у девочки под нижней челюстью появилась припухлость, которая стала увеличиваться. Врачи поставили диагноз «срединная киста шеи». Поэтому со спортивной секцией пока придется повременить. Я боюсь. Я говорю, давай Фаечка сначала решим эту проблему, а потом... Потому что мало ли вдруг травма или что. Кисты могут, как говорят доктора, осложняться и нагнаиваться. Такая киста – аномалия, говорят врачи. На ранних стадиях развития у каждого из нас есть щитовидный язычный проток, который редуцируется к моменту появления ребенка на свет. Но у некоторых проток остается. Группа клеток выделяет секрет и образуется киста. Лечение только оперативное. Удалить кисту мало, надо удалить весь ход этого свища. То есть, как правило, приходится резисцировать подъязычную кость. И иногда доходит прямо до корня языка. То есть, надо аккуратненько выделить, все это убрать. И тогда на этом все закончится. Мы зашьем, конечно, красиво, да. Но будет небольшой рубчик. Если он сформируется правильно, то будет такая тоненькая полосочка, не очень заметная. Такую операцию могут сделать в клинике Константа. Но стоит она 115 тысяч рублей. А у родителей Фаины еще четверо несовершеннолетних детей. Читатели сайта Росфонд соберут 80 тысяч. Не хватает еще 35. Помочь девочке можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Оператор может попросить вас подтвердить платеж. Обязательно сделайте это. Иначе деньги не дойдут до адресата. Владельцы айфонов для перевода средств могут воспользоваться приложением. Есть и другие способы перечислить пожертвования. Информацию о них можно узнать на сайте Росфонда.